Я хочу поприветствовать от лица Совета Федерации, от лица нашего Комитета по конституционному законодательству всех участников форума и еще раз подчеркнуть очень высокий содержательный уровень, который из года в год показывает форум. И действительно соглашусь с теми трендами, которые были обозначены, то, что действительно сегодня информационные технологии открывают новые возможности, делают повседневную жизнь граждан нашей страны комфортной. И еще один тренд, с которым я безусловно точно так же согласна, что как раз финансовая сфера преимущественно формирует спрос на новые цифровые решения, действительно формирует создание принципиально новых программных продуктов, технологических решений. И что очень важно, большая часть этих технологических решений как раз касается информационной безопасности. Действительно, сегодня продолжается непрерывный процесс перевода деятельности банков в цифровую среду. Растет доля клиентов российских банков, которые предпочитают пользоваться дистанционными услугами. Применение цифровых финансовых технологий, с одной стороны, конечно же, способствует развитию финансового рынка, повышает его доступность, развивает конкуренцию. Но, с другой стороны, не могу не согласиться и с тем, что возрастает количество и рост киберугроз, которые требуют сегодня оперативного и своевременного решения. Ну и, конечно же, оценки тех разработок, которые должны либо предотвращать такие угрозы, либо, соответственно, минимизировать возможные их последствия. В отношении предотвращения целевых атак на организации кредитно-финансовой сферы, я думаю, что, безусловно, за последний период времени мы констатируем факт улучшения ситуации. Согласно статистике, за 8 месяцев 2018 года доля успешных, ну, кавычков, конечно же, атак снижается, как и ущерб от них. Это действительно хороший показатель повышения общего уровня кибербезопасности организации кредитно-финансовой сферы. Безусловно, эффективно действует мегарегулятор. В прошлом году Банк России утвердил основные направления развития финансовых технологий на период до 2020 года, и их реализация признана способствовать устойчивому развитию и повышению конкурентоспособности российского финансового сектора. Также Банком России, Банк России занимается разработкой национальных стандартов по информационной безопасности в финансовой сфере. Их внедрение действительно будет способствовать росту доверия участников к тем финансовым технологиям, которые мы используем в повседневной жизни. Однако, ну, следует, наверное, отметить, что цифровая уязвимость в банковской сфере еще весьма ощутима. По экспертным оценкам, за последние пару лет хакеры нанесли в финансовой сфере России ущерб по размере порядка 3 миллиардов рублей. Поэтому сегодня одной из наиболее актуальных задач является поиск новых решений в области повышения киберустойчивости как финансового сектора, так и в целом страны. И здесь форум, конечно, еще раз подчеркну, зарекомендовал себя как востребованная эффективная площадка, на которой происходит всестороннее обсуждение вопросов информационного безопасности. Не могу не остановиться на также тех национальных проектов, паспорта которых уже одобрены, и в числе национальных проектов это проект «Цифровая экономика», который имеет сквозной характер. Паспорт уже утвержден этого проекта. В рамках этого проекта предусматривается реализация шести федеральных проектов, среди которых отдельно хочу упомянуть проект «Информационная безопасность». В его рамках планируется создание механизмов поддержки для разработки отечественного программного обеспечения и, соответственно, его увеличение доли на рынке. Планируется, что доля российского программного продукта в государственных структурах к 2024 году превысит 90%, а в государственных компаниях составит не менее 70%. На информационную безопасность в ближайшие 6 лет, то есть на период действия как раз национального проекта планируется выделить более 30 миллиардов рублей. Естественно, Совет Федерации неоднократно отмечал, что цифровая экономика должна базироваться на российском программном обеспечении и, где это возможно, на отечественной элементной базе. Недавно был в Совете Федерации создан Совет по развитию цифровой экономики, и в рамках этого Совета уже было рекомендовано правительству России закрепить приоритет российских решений технологий при создании цифровой и информационной инфраструктуры в рамках реализации мероприятий программы «Цифровая экономика». Также предлагалось принять меры, направленные на оказание поддержки отечественных разработчиков и производителей электронного оборудования. Сегодня комплекс таких мер очень широко обсуждается, и, коллеги, я также прошу присоединиться к этой дискуссии, которая идет на площадках Совета Федерации в рамках Совета по цифровой экономике. Следует также отметить, что в этом отношении нас поддержал и заместитель председателя правительства, курирующий цифровизацию. Были даны соответствующие поручения, которые направлены на стимулирование отечественного телекоммуникационного оборудования в рамках национального проекта «Цифровая экономика». Ну, не могу не остановиться, так как все-таки я представитель законодательного органа власти, поэтому, конечно же, для нас законодательный процесс особенно важен, особенно ощутим. И то, что касается регулирования в цифровой сфере, это действительно очень важные законы, но они не всегда простые, но тем не менее необходимо ими заниматься и, соответственно, очень широко обсуждать. За последнее время был сделан ряд важных шагов по развитию законодательства. Конечно же, не могу еще раз не подчеркнуть, где одним из авторов законов, который обеспечивает правовое регулирование удаленной идентификации клиентов банков, является член Совета Федерации. Закон заложил правовую основу для использования единой биометрической системы, при этом предусматривается серьезная защита каналов, по которым передаются биометрические данные. Но при использовании биометрии в удаленной идентификации, конечно же, возникают угрозы, связанные с надлежащим хранением эталонов биометрических данных людей в базах данных. Такое хранение в одной базе, конечно же, сопрещено с значительными рисками и целесообразно, конечно же, рассмотреть известные уже методы рассредоточения совокупности персональных данных людей по разным банкам данных, в каждом из которых могли бы содержаться отдельные части персональных данных. Я думаю, что в ходе сегодняшней дискуссии, я думаю, что также будут высказаны позиции по данному вопросу. В прошлом году вступил в силу поправки в Уголовный кодекс Российской Федерации, который направлен на совершенствование механизмов защиты финансовых интересов граждан и организации путем создания дополнительных мер предупреждения и пресечения криминальных посягательств на денежные средства, находящиеся на банковских счетах и электронные денежные средства. Была введена уголовная ответственность за причинение вреда объектам критической информационной инфраструктуры. Ну и то, что касается ближайшей перспективы, то действительно проводится очень большая работа в части создания системы правового регулирования для развития и использования цифровых технологий, в том числе и в финансовой сфере. Сейчас на рассмотрении Государственной Думы находится закон проекта о цифровых финансовых активах, о краудфандинге, о цифровых правах. Также эти проекты внесены совместно с депутатами и членами Совета Федерации. Мы считаем, что их прохождение через Государственную Думу и Совет Федерации, конечно же, необходимо ускорить, чтобы они начали, соответственно, свою практическую реализацию. Также на период весенней сессии в числе значимых для развития цифровой экономики определены проекты федеральных законов, направленные на легализацию электронных сделок. Важным является и законопроект об электронной цифровой подписи. Мы также здесь ведем активную дискуссию для того, чтобы эти законы как можно быстрее были внесены в Государственную Думу. Кроме того, особо следует отметить принятый Государственной Думой в первом чтении законопроект, наделяющий Банк России новыми полномочиями, а именно правом включать сайты, вводящие клиентов финансовых организаций в заблуждение сходством доменных имен, а также сайты, связанные с финансовыми пирамидами в реестр адресов, содержащих запрещенную информацию для, соответственно, последующей их блокировки. Я уверена, что принятие данного закона действительно будет способствовать защите интересов и прав потребителей финансовых услуг, а также повысит доверие к российскому финансовому рынку. Будет продолжена работа и над другими инициативами, которые вносятся в Государственную Думу как членами Совета Федерации, так и в соавторстве с депутатами Государственной Думы. Ну и в целом, конечно же, сегодня, я думаю, что очень бурное обсуждение идет и предстоит еще это обсуждение по поводу внесенного нами законопроекта о устойчивой и безопасной работе сети интернет в нашей стране, которая непосредственно нацелена на повышение надежности работы российских интернет-ресурсов. И, конечно же, цифровизация стала одной из ведущих тем за последний период времени в повестке Совета Федерации, поэтому Совет Федерации создан очень важные механизмы, такие как продолжает свою работу комиссия по развитию информационного общества, создана временная комиссия по Совету Федерации по законодательному регулированию вопросов кибербезопасности и развитию использования цифровых технологий создан Совет по цифровой экономике, в состав которого вошли очень многие эксперты. И буквально недавно было принято решение о создании новой рабочей группы в рамках Совета. Эта рабочая группа будет посвящена как раз вопросом нормативного регулирования. И здесь, коллеги, хотел бы выступить с инициативой, которую, безусловно, думаю, что многие из вас поддержат, о том, чтобы в эту рабочую группу включились представители, в том числе и финансовой сферы, для того, чтобы те законы, которые направлены на регулирование, обсуждались достаточно профессионально и, соответственно, были внесены в Государственную Думу в очень высокой степени проработки. У нас уже запланировано на середину марта как раз открытие такой новой рабочей группы. Состоится это в Санкт-Петербурге, где будут обсуждаться не только вопросы, связанные с законами в рамках цифровой экономики, их порядка более 50 законодательных инициатив, но и те законы, которые сегодня являются во многом барьерами для развития финансовой сферы. Поэтому прошу принять участие с удовольствием в качестве экспертов в работе нормативной группы и, соответственно, с идеями выступить, с предложениями в рамках подготовки законопроектов. Поэтому в рамках как раз нормативная группа отдельно будет обсуждаться и вопросы информационной безопасности. Поэтому я думаю, что и в дальнейшем необходимо консолидировать усилия ведомства, ответственных за противодействие нелегальным финансовым операциям, в целом повысить качество работы в данной сфере. В связи с этим очень важно, чтобы наш механизм, а зачастую эти механизмы носят тяжелый межведомственный характер, действительно находили решения и использовались на благо того потенциала финансового ресурса, который у нас на сегодняшний день есть. Поэтому и здесь я рассчитываю, что и сегодня состоится очень серьезный содержательный диалог. Мы очень всегда внимательно относимся к тем решениям, которые звучат и дискуссии, которые звучат на Уральском форуме и всегда готовы не только принимать участие в дискуссии, но и практическим путем реализовывать те инициативы, в том числе законодательные, которые здесь рождаются теми экспертами, которые обсуждают очень чувствительную, но очень важную сферу под названием информационная безопасность. Благодарю вас за внимание. Людмила Каловна, очень интересно. Позвольте буквально два вопроса, которые у меня родились. На прошлой неделе проходил инвестиционный форум в Сочи и на одной из сессий, панельных дискуссий Роскомнадзор Александр Санжаров сказал, что планируется даже на этот 2019 год какие-то законодательные инициативы в области регулирования, накопления больших пользовательских данных. Можете как-то это прокомментировать, насколько это действительно поддержано сейчас со стороны Совета Федерации. Да, действительно, в рамках инвестиционного форума обсуждался этот вопрос. И в рамках проекта цифровая экономика в пакете более 50 законопроектов, которые направлены как раз на развитие национального проекта. И один из законов это закон о больших данных, то есть это внесение изменений и в действующее законодательство о защите персональных данных, наш 159 федеральный закон и соответственно новые посылы, которые позволяют обезличивать персональные данные и соответственно использовать их для, скажем, в рамках точнее экономических ресурсов, экономических целей. Эти законы подготовлены, идет серьезное их обсуждение в рамках анод цифровая экономика. Мы просим действительно ускорить это обсуждение для того, чтобы правительство выступило уже с инициативой о внесении в Государственную Думу двух этих законопроектов. И очень еще один важный проект, который дополняет, он пока обсуждается, это о создании так называемых песочниц, которые помогают выращивать новые информационные технологии. Соответственно смотреть сразу на их риски и возможности продвижения тоже очень интересная идея, она обсуждается и я думаю, что в ближайшее время в рамках, как раз выйдет из рамок анод цифровой экономики уже как законодательная инициатива. Да, спасибо. Ну то есть если говорить применительно кредитно-финансовым организациям, которые вообще говоря являются ключевыми в накоплении и в обмене вот этими большими пользовательскими данными, наше сообщество ждет новая регуляторика в этой области. Практически да, это новая регуляторика, но опять же исходя из того, что в рамках анод цифровой экономики среди экспертного сообщества есть представители, в том числе и финансового блока, и представители бизнес-сообщества. Мы надеемся и рассчитываем на то, что это будет, так сказать, непалочная и безбарьерная регуляторика, которая помогает развитию, нежели там, скажем, тормозит какие-то развития, потому что действительно мы поднимаем регулярно, в том числе и вопросы, связанные с тем, чтобы барьеры, которые есть в законах, сегодня не мешали развитию технологий, а способствовали этим технологиям, ну и с учетом, естественно, информационной безопасности граждан. Поэтому здесь, ну такая тонкая грань, но тем не менее обсуждение проходит и сомнений нет в том, что эти законы будут, собственно говоря, разработаны и приняты. Точно так же, как и наша рабочая группа в рамках экспертного совета по цифровой экономике в Совете Федерации, мы планируем, в том числе и в марте, обсуждение данной регуляторики, чтобы она действительно не мешала сегодня развитию. Да, это очень важно. Вот эта вот открытость диалога с профессиональным сообществом, открытость обсуждения новых инициатив, это, конечно, большой шаг в повышении, что называется, такой комфортности законодательной базы, и чтобы она скорее отвечала потребностям рынка, нежели выступала каким-то сдерживающим фактором. Людмила Николаевна, спасибо вам большое. Очень интересный доклад. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!